Друзья мои, всем добрый день! Сегодня 13 января. Вот нужно что-то сегодня уже делать с устомкой. Последний раз мы поливали ее с янтаркой для увеличения корешков. Здесь прозрачные такие стаканчики у меня. И можно видеть, что волосков появилось гораздо больше. Если посмотреть снизу, не знаю, видно или нет. В общем, короче, побольше появилось их тут у нас волосочков корневых. Ну и здесь смотрим, вот в земельке их вообще не было, но здесь вот идут полосочки. То есть процесс идет и снизу видно. Все отлично, все хорошо. Поливать еще рано, потому что земелька у нас еще у меня влажненькая. Да, влажненькая все. Вон они корешочки, корешочки, пошли корешочки. Отличные корешочки пошли. Значит, сегодня я опрыскаю витаминчиками. Витаминчиками опрыскаю Аквамикс, комплекс микроэлементов. Значит, мы рассчитывали там 20 миллилитров идет на 10 литров, 2 миллилитра на литр. На 200 грамм идет, значит, я высчитывала 6 капель. У меня здесь не 200 грамм. буду делать 3 капельки, 3-4 капельки. Все. Так, все. Переборщить тоже не надо нам. Все, друзья, опрыскиваем как следует. Это можно сделать, опрыскать и выключить лампы или вот как у меня здесь на веранде сегодня тепло. Теплая здесь водичка и как следует опрыскиваем витаминчиками. Друзья мои, через четыре дня мы будем поливать, значит, будем поливать с кальциевой селитрой. Прошло месяц пройдет, как мы поливали кальциевой селитрой. Тоже процесс покажу. Мне не сложно абсолютно. И после этого уже начнем применять уже удобрения. Как раз им будет уже где-то полтора месяца и можно уже будет начинать применять. Такие, как я буду применять Мастер на одном и на втором буду применять Добрая Сила, Фертика, Кристаллон. Мы посмотрим, что будет лучше, что больше будет нравиться Эустома. Ну вот, вот такие они влажненькие. Сейчас я их занесу в дом. Здесь все-таки прохладно. И вот эти можно тоже за компанию. Пока тепло. Так, сегодня хотела показать ролик про томаты, гибриды, которые я буду сажать. Но сегодня день такой хороший. Нет дождя. Даже солнце иногда проглядывает. Поэтому целый день проведу на улице. И хочу всех поздравить со старым Новым Годом. Так сказать, 13-е на 14-е. Отмечаем праздники. Сначала Рождество католическое, потом Новый Год, потом наше Рождество, потом Старый Новый Год. Но я еще и отмечаю китайский Новый Год. Будет 21 января. Наступит год металлической крысы у нас. Вот. Ну, в общем, короче, времени нет. И в ближайших, наверное, несколько дней мы, наверное, поедем все-таки отдохнем. Потому что праздники закончились. И я смотрю, что в отелях ценники просто конкретно уполовинились. Вот сейчас на данный момент на двоих, допустим, в Усть-Нарве можно день в спа-отеле отдохнуть за 4 тысячи рублей. И, конечно, это нельзя, так сказать, пропустить. Вот, друзья мои, все с Томками рассказала. Следующие через 4 дня кальциевая селитра. С томатиками мы разберемся. Со вчерашним роликом, что хочу сказать. Я, конечно, очень извиняюсь, что я упомянула Ольгу Чернову. Я очень восхищаюсь этой женщиной. И она действительно работяшка и проводит труд огромный. Честно говоря, мы с ней ровесницы, но мне это не под силу. Вот. Но я это сказала для людей, которые живут в Ленинградской области. Я сама 4 года назад была начинающим огородником. И вы знаете, я бы, посмотрев этот ролик, я бы у себя посадила бы столько томатов. Но чем бы это кончилось, теперь я могу представить. Так что, друзья мои, будем жить дружно. Извиняюсь, упоминать больше не буду конкретно имена. Спасибо, что вы были со мной. Всего хорошего. До свидания. Пока-пока.